Итоги уходящего понедельника В Беларуси появился новый вид мошенничества, направленный на молодых мам Кто следующий? Сезонный марафет В Бобруйске прошел субботник Я решила выйти помочь, почему бы и нет Что объединяет людей А также непробиваемая граница Свое жилье И доступные билеты Уральские авиалинии открывают прямые рейсы из Перми и Екатеринбурга в Минск Когда будут выполняться полеты Рекордный урожай зерновых собрали белорусские аграрии Более миллиона тонн в общий каравай вклад в Могилевскую область 38 тысяч тонн намолотил Бобруйский район Лучших из лучших в субботу чествовали в Славгороде Здесь развернулся фестиваль Труженьков села Каждый регион представил свои достижения, возможности и изделия О хлебе на столе Карина Гуревич Продовольственная безопасность одна из самых важных тем для государства Чтобы не происходило в мире, наша республика всегда будет с хлевом на столе Свой весомый вклад вносят аграрии В Могилевской области таких людей не счесть На дожинках в Славгороде чествуют передовиков Среди лучших хозяйств известные стране сельхозпредприятия Газовик Сипакоба, Рассвет имени Орловского, Заря и, конечно, гигант Благодарность главы администрации президента объявляют директору Бобруйского филиала Красный пищевик Агросервис Михаилу Стрижевскому Общий вес каравая Бобруйского района 38 тысяч тонн зерновых и зернобобовых А весь на молот Могилевской области Свыше миллиона тонн при средней урожайности Больше 30 центеров с гектара Это без учета кукурузы на зерно В бункеры заложат на 325 тысяч тонн больше, чем в прошлом году Ставку сделали на озимые культуры и не прогадали На данном этапе мы, конечно, довольны тем результатом, что получили Хотя потенциал Могилевщины намного больше И сегодня наши селяне понимают это и закладывают урожай будущего года Надо убирать еще картошку, доубирать Капуста, морковка, вырос неплохой урожай, поднять зябь То есть есть над чем трудиться Каждый район представляет свои достижения Возможности изделия Здесь, конечно, и Бобруйск Глава администрации, президенты и губернатор Могилевской области Лично знакомятся с успехами нашего города Встречают Игоря Сергеенко и Анатолий Исаченко С искренними улыбками и национальным колоритом Гостей угощают фирменными изделиями красного пищевика И выпечкой домочая Сегодня мы приехали с экспозиции «Белорусская хата с хлебом» Вашему вниманию предоставлены караваи От колоска до главного праздничного каравая Угоститься предлагают всем Можно попробовать новинки на дегустации Прикупить что-то для себя и близким в подарок Продукция представлена на любой вкус и кошелек Бобруйский комбинат хлебопродуктов привез новинку Коллекцию идеальных быстрых завтраков Классическая овсяная каша с фруктовыми добавками Сушеным виноградом, черносливом и абрикосом В составе нет соли и сахара Зато впрок витаминов Казачий ансамбль «Вольница» с присущей искренностью поражает своими песнями Громко и весело Бобруйские колледжи тоже представляют свои труды От изделий ручной работы с белорусским орнаментом До вкуснейших пряников с символом дожинок Город по праву занимает заслуженное место В списке успехов области и всей страны Многие бобруйские предприятия помогают нашим сельхозорганизациям Убирать урожай И действительно была привлечена техника и трудовые ресурсы В общей коровой Могилевской области Бобрущина Сделал достойный клад Без качественной техники таких высоких показателей добиться невозможно На фестивале и ярмарке свою продукцию демонстрируют лучшие производители Трактор «Белорус» не один год доказывает преимущество на поле Рядом передовые сельхозагрегаты «Бобруйска-Громаша» и «Бобруйск-Сельмаша» Отдельного внимания заслуживает пневматическая сейлка Мы ее назвали «Березина-9000» в честь нашего города Это сейлка на сегодняшний день ноу-хау Которая может работать с трактором 12-21 130 лошадиных сил И высевать до 70 гектар в час Главные герои этого дня – люди Только благодаря слаженной работе агрономов, механизаторов, комбайнеров, водителей и руководителей Уборочная кампания прошла успешно Наша земля плодородная А белорусы знают, как воспользоваться этим ценным ресурсом С заботой и преданностью они обеспечат всех свежим хлебом на столе Жулики не дремлют В Беларуси появился новый вид мошенничества, направленный на молодых мам Преступники присылают женщинам сообщение о том, что им якобы полагается выплата 55 или 60 рублей Чтобы ее получить, нужно перейти по ссылке, ввести паспортные данные, либо сведения банковской карты Таким образом, аферисты получают доступ к счетам жертв Главное не спешить и проявлять всегда бдительность В случае, если гражданин, житель города Бавруйска, в частности, стал жертвой преступления Необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы Либо позвонить по телефону 102 Правоохранители напоминают, органы соцзащиты располагают все необходимые информации о гражданах Которым полагается поддержка, поэтому не могут запрашивать персональные данные Тем более через мессенджеры Это же касается и нанимателей, если пособие выплачивают по месту работы Не на копейку больше, в стране продолжается мониторинг цен По поручению президента, с 6 октября, напомним, введен мораторий на повышение стоимости В основном нарушения зафиксированы в торговых сетях Уже задержаны более 20 человек, возбуждено 34 уголовных дела За ситуацией следят Геймпрокуратура и КГК Под пристальным контролем и работой интернет-площадок Две уже попали под статью Проверки продолжатся Сообщить о фактах накрутки цен могут и покупатели на единый номер 191 Хотелось бы обратить внимание также субъектов хозяйства, что в связи с мониторингом Им необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к рабочим группам И также представление оперативной информации, которая будет необходима Это сбережет также время и как субъектам, так и нам Можно также заполнить специальную анкету на сайте Март Бобручане могут позвонить и на горячую линию номер 68-00-43 Правительство, в свою очередь, должно до 20 октября утвердить и вести в действие систему регулирования цен Современные многоэтажки, новые рейсы и душевная весточка Белпочта проведет акцию в преддверии Дня Отца Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре В Беларуси вводят усиление на границах Мосты, переезды, железнодорожные пути взяты под охрану Оборудованы позиции для стрельбы По заявлению Минобороны, меры направлены на пресечение возможных диверсий, провокаций и исключения каналов поставки оружия и боеприпасов В республике в этом году более миллиона квадратных метров жилья построят с господдержкой Такие объемы заложены в программе социально-экономического развития страны на пятилетку Это позволит сократить очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий В приоритете многодетные На дорогах в Беларуси станет больше камер фотофиксации За последние 20 лет сделано многое в сфере обеспечения безопасности движения Стране удалось достичь снижения аварийности погибших в ДТП практически в три раза Поэтому показатели мы одни из лидеров в мире Уральские авиалинии открывают новые прямые рейсы из Перми и Екатеринбурга в Минск Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям Время в пути около трех часов Билеты в продаже на сайте авиакомпании Во вторник в преддверии дня отца в некоторых отделениях Белпочты пройдет акция Клиенты смогут приобрести почтовые карточки, подписать их и бесплатно отправить по всей стране Сам праздник Беларусы отметят 21 октября В тот случай, когда и работа спорится, и погода задает настрой В Абруйске провели субботник К чистой инициативе присоединились представители ЖРЭО Первомайского района Свыше 280 человек Убирали павшую листву и мусор В помощь 18 единиц техники Ранцы и воздуходувки, коммунально-парковые пылесосы, тракторы и самосвалы Среди экоактивистов и местные жители Наш президент уважаемый говорил, что выходите, помогайте Все, сейчас работы много Я решила выйти помочь, почему бы и нет Подприятие теплоэнергетики сегодня принимает участие в городском субботнике Значит, мы убираем улицу Урицкого Но это не основное наше одно место Значит, на сегодняшний день у нас работают котельные Мы даем тепло в город Значит, еще очень много наших работников убирают территорию на своих рабочих местах Каким будет город, зависит от каждого Чисто должно быть всегда и везде Такого принципа придерживаются большинство белорусов Тем временем, генеральная уборка продолжается, причем не только по субботам В ЖКХ гарантируют, инвентарь найдется для всех Очень нужная победа В прошедшем туре чемпионата стороны по футболу Белшина принимала Неман События в матче разворачивались с большой скоростью Уже на 22-й минуте в ворот Агасей был назначен пенальти К точке подошел Гомза Но переиграть голки прогрудинского клуба капитан Шинников не смог Как оказалось, это была лишь репетиция Совсем скоро точным ударом отметился Михаил Калятко Во втором тайме болельщики голов не увидели Итоговый счет 1-0 в пользу красно-черных Доволен свободной дачи с ребятами То, что как они отреагировали после поражения на выезде Хотелось добыть эти три очка дома И поэтому все силы приложили И настрой был боевой Поэтому все это приятно Сейчас Белшина занимает 11-е место в турнирной таблице Следующий поединок подопечные Альберта Рыбака Проведут в Минске 19 октября В соперниках один из лидеров чемпионата РЦОР БГУ На родной садион Шинники вернутся уже в это воскресенье В гости пожалуют в ФК Минск Это все и события для этой минуты Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в мире каждый будний вечер Счастливо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова